Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иван Мах, и я являюсь преподавателем Академии практической парапсихологии «Аэротрон». Сегодня я хочу рассказать вам про одну из рун футарка, руна Тейваз, которая изображена в виде копья, поднятого кверху. Для глубинного понимания рун и вообще вопроса руннической магии, футарка и так далее, здорово и полезно проводить аналогию с различными другими эгрегорами. И если, допустим, мы будем брать астрологическое сравнение с руной Тейваз, то эта руна может быть талисманом козерогов, потому что она стоит на оси козерог-рак. И если мы трактуем эту руну, она имеет очень большую связь именно с козерогом, в том плане, что она связана с движением вперед, стремлением к цели, достижением какого-то высшего результата. У этой руны есть покровитель, и зовут его бог Тир. Тир является одним из древнейших богов скандинавской мифологии, и, в общем, есть даже предположение, что он является еще из богов, которые были до самого Одина. Хотя, конечно, если вы будете изучать с мифологию, везде говорят о том, что он – первичный бог. И Тир является богом высшей справедливости и покровитель воинов. И руна Тейваз у нас связана с покровительством воинов. И, соответственно, если вы хотите себе добиться успеха в теме денег, повышения карьерного роста, денежного прорыва, то на эту руну можно просто медитировать и брать ее себе как магический талисман. В сфере магии она работает очень хорошо, активно конкуренции. Опять же, если мы идем к любовным вопросам, то это любовные завоевания, любовные подвиги. Очень хороша она для мужчин, потому что напрямую характеризует историю повышенного либидо, потенции. Буквально все как нарисовано. И сама по себе руна, конечно, она очень яркая, очень силовая и энергичная. И очень сильно она меняет свое значение в полностью противоположную историю, если мы ее переворачиваем. Перевернутая Тейваз – это, в общем-то, с ней все понятно. Это история поражения, это история неудачи, это история отсутствия потенции, в общем, импотенция. И здесь Тир, отвернувся от своих славных воинов, они его разочаровали. У каждой руны, ко всему прочему, есть еще свои отдельные магические заговоры. Но заговоры – это история уже такая более сложная, и их использование мы будем, безусловно, брать на курсе. Если хотите узнать подробнее про все другие руны, научиться им пользоваться, то приходите на мой куст по рунам и будем вместе проходить и изучать. Ну и колдовать, разумеется. Жду вас. Хочу добавить по поводу магического использования румы Тейваз. Проведем еще одну аналогию между рунами и Таро. Как мантическая система, предсказательная, Таро гораздо более богатая система в плане значений, возможностей и так далее. Но если мы говорим про талисманную магию, то с рунами здесь, конечно, не сравнится ничто. И руну Тейваз можно использовать как талисман, можно просто брать ее с собой. Вы можете положить ее в кошелек, в сумочку. Можете нарисовать ее на себе, на ладонях. Допустим, если вы идете на какие-то важные переговоры, вам нужно победить там. Если вы хотите завоевать какую-то женщину, допустим, использовать ее хорошо в соревнованиях каких-то определенных. В общем, любая тема конкуренции и достижения результата, достижения цели – это талисман Тейваз. Жду вот у тебя на курсе. Будем изучать магические особенности каждой руны в отдельности и учиться сплетать их вместе. Руны – это по-настоящему сильное направление. Хотите изучить их более подробно – приходите ко мне на курс. Продолжение следует... Западает 70 мм 26-ю Субтитры создавал DimaTorzok